Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Суд по Ил-76, часть 2. В Днепре взялись за апелляцию генерала Назарова. Скостят ли срок? Давят на язык. Венгрия обещает перекрыть Украине путь в ЕС из-за закона об образовании. Чем ответит Киев? Одно ДТП, 24 пострадавших. На мосту в Харьковской области грандиозная авария. Почему не смогли разминуться? Твиттер до войны доведет. Почему американцы не знают, что они объявили войну КНДР? Инспектор по еде. Страны Евросоюза вводят должность контролера безопасности продуктов. Чего боятся? Ограбление с целью наживы. Такова основная версия убийства главы правления Киевоблэнерго. По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича, Иван Полывяный скончался во время избиения. Напомню, вчера в селе Белогородка под Киевом неизвестные напали на Полывянова во дворе его дома. Сначала они его пытали, чтобы узнать, где находится сейф, после чего задушили и скрылись с места преступления. Поиски подозреваемых все еще продолжаются. Продолжение следует... Нардеп от Народного фронта Юрий Береза до полусмерти избил мужчину, который пытался проникнуть в его дом. Об этом сообщает интернет-издание Инсайдер. Произошло это в селе Чумаке, Днепропетровской области. Политик якобы избивал мужчину с часу ночи, а полицию вызвал только утром. По версии издания, у пострадавшего переломы позвоночника и тяжелая травма головы. На сайте полиции Днепропетровской области об избиении ни слова. Сказано лишь, что злоумышленник поджег дом и машину депутата. Огонь погасили охранники. Они же вызвали полицию, которая задержала поджигателя. Им оказался житель Кривого Рога, 80-го года рождения. Депутатский нокаут представителя Батькивщины в Киевоблсовете Владислава Хохулина госпитализировали после драки прямо в зале заседания. Об этом рассказали однопартийцы пострадавшего. Депутат от БПП Виталий Корлюк выбил Хохулину зубы, сломал челюсть, после чего пострадавший был госпитализирован. Заседание пришлось свернуть, а Корлюк пожаловался, что не сдержался. Эмоции зашкаливали. В полиции события квалифицируют как хулиганство. Новые подробности убийства Арслана Шейхова, который был найден мертвым полтора месяца назад в Егоровке Одесской области. Тогда местные жители не поверили в версию об алкогольном утравлении бойца АТО. И вот пришли результаты повторного вскрытия. Что они показали и кому теперь стоит напрячься, знает Андрей Анастасов. Тело Арслана Шейхова, матроса военно-морских сил, было найдено ночью 11 августа на Сельской улице. В этот день моряку исполнилось 33. До этого его видели в компании с Владимиром Злым, бывшим милиционером из местной зажиточной семьи. Тело в ссадинах, кровоподтёках, но районный судмедэксперт сначала написал в заключении острая алкогольная интоксикация, потом отравление неизвестными веществами. В свидетельстве о смерти ни слова о переломанных ребрах. Откуда вы выяснили, что там отравление неизвестным веществом, если его там не было? Это предположительный высказок, там указано. Как эксперт не мог обнаружить 11 ребер на первичном вскрытии? Это тайно. После резонанса была назначена повторная экспертиза, и на днях пришли её результаты. Содержание алкоголя в крови относительно небольшое, никаких следов наркотиков или ядов. Причина смерти – травматический шок, цитирует документ начальник местной полиции. Смерть Шейхова находится в прямом причинном связке с выявленным у него телесным ушкоджением в выгляде закрытых переломов ребер, с вогнищевыми кровавилами, под пристенковой плеврою, и в межреберных мязах на околе переломов ребер. Ранее в полиции заявляли, ребра погибшему сломал Владимир Злой, это из его же показаний. Злой тогда говорил, не бил Шейхова, а наоборот спасал его, когда тот потерял сознание. Я ему делал искусственное дыхание, вроде бы мы его садим, храпел, всё, воздух. И мы пытались всё равно чувство его провести. Однако сестра Арслана уверена, экс-милиционер избивал, а не реанимировал её брата. Это убийство. И убийство, я считаю, умышленное. Даже неквалифицированные люди не могут при реанимации сломать столько ребер. Восемь с одной стороны подряд, и три выборочно с другой стороны. В полиции говорят, теперь после получения экспертизы определят окончательную квалификацию дела и обещают, что виновные понесут наказание. Родственники погибшего недоумевают. Почему же тогда злой до сих пор на свободе? Причём угрожает расправой свидетелям. Люди считают всё дело в его связях, в правоохранительных органах. Все боятся. Боятся тех, кто открыл рот. Это опасно. Он уже может убить человека. Это мы уже видим. По последней информации, для объявления о подозрении, экс-милиционеру нужна санкция областной прокуратуры. Её планируют получить завтра. Если тот, конечно, не сбежит раньше. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область. Украина в ближайшие три года ждёт экономический рост и, как следствие, приток инвестиций. Об этом премьер заявил на инвестиционном форуме в Киеве. Он призвал иностранных бизнесменов вкладывать деньги в Украину. Для этого, по словам Гройсмана, Кабмин запустил целый ряд госпрограмм. Премьер также уделил особое внимание развитию туризма. Мы можем очень качественно и быстро нарастить участь туризма, такой величезной сферы в развитии нашей экономики. Столица подготовила ряд качественных проектов щодо развития туристической инфраструктуры на десятки миллиардов гривен. Наше завдание сегодня, с боку влады, сделать все для того, чтобы инвестировать стало легко, администрировать свой бизнес было легко и отримать прибыти было абсолютно прогнозовано. Вложить десятки миллиардов в инвестиции, о которых говорил премьер, в Киеве хотят в строительство украинского Диснейленда. И не только. По словам мэра Виталия Кличко, в планах еще целый ряд проектов, которые увеличат поток туристов. По официальным данным, в прошлом году столицу посетили почти 2 миллиона гостей. Стартував и продолжает проект с реновацией подолью исторического центра перлины нашего города. Также в этом году будет презентовано инициативный проект с реконструкцией столичного гидропарка, в том числе и строительства парка «Розваг», подобного к Диснейленду. Створение системы громадского велопроката, перебхопливающих велосипедных пунктов. Также в наших планах строительство канатной дороги. Но главный аттракцион сегодня выжить. И проект госбюджета 2018 задачу эту не облегчает. Так считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Во время встречи с жителями города Лохвиц он отметил, что дефицит сметы на будущий год 78 миллиардов гривен. При этом власти планируют повысить не только соцвыплаты, сколько расходы на силовой блок и чиновников. Поэтому фракция оппозиционного блока предложит свой вариант документа. У нас на 8 миллиардов будет обходиться генеральная прокуратура. То есть возрастает платеж, возрастает расходы на миллиард. При этом тоже, допустим, на реальный сектор экономики, на поддержку Южмаша, минус 500 миллионов. Бюджет полицейского государства с бедным населением. Мы подготовили альтернативный вариант бюджета, в котором увеличение выплат на социальные нужды, уменьшение выплат на 40% на силовые органы, административные органы. Мы просчитали, что мы можем дополнительно на социальные нужды направить 120 и на реальный сектор экономики 128 миллиардов. Аппозиционеры также считают, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо ввести миротворцев. По их словам, проблема окончания войны волнует почти две трети населения страны и без вмешательства дополнительного контингента ситуацию не решить. Мы это все рассматриваем как механизм восстановления территориальной целостности нашей страны. Это как механизм, как этап для того, чтобы обеспечить безопасность и перейти к политическому урегулированию. И это наша позиция была с самого начала. Три вражеских обстрела зафиксировали сегодня в зоне АТО. Напряжение на ключевых точках фронта не снизилось. Одна из них, поселок Верхняя Торецкая, в его окрестностях этой ночью военным пришлось останавливать прорыв диверсионной группы боевиков. Все подробности знает Ирина Баглай. Перед выходом на так называемую нулевку передовые позиции свежие новости о боевой ситуации и инструктаж от командира. Якобычно утес, пока было перемещение техники. Тут быстренько пробегаем. Чего? Снайпера работают. Работают снайперы российских наемников с нескольких направлений, но в последние дни против них погода. По донбасским степям гуляет сильный ветер и у наших бойцов появилось немного времени передохнуть от их прострелов. Но как только смеркается, активизируются диверсионные группы. Местность позволяет здесь подойти практически вплотную, на расстоянии 50-100 метров. Балки, яры, деревья. Помимо ландшафта, штурмовики используют для вылазок темное время суток, чтобы оставаться незаметными. Это буквально вот так, как только начинают смеркаться, но еще не темно. Это мы их не можем тяжко побачить, продавиться в бинокль, потому что уже темно, еще тепловизор не видно. Прорыв такой группы удалось остановить и этой ночью. Это ферма возле позиции наших бойцов является укрытием диверсантов-штурмовиков. Правда, после последнего минометного обстрела свое убежище боевики сами же и разрушили. До пожара, то ферма была целая, то они заходили в ферму и прямо спокойно себе по ферме ходили, заносили туда растяжки. Они хотели спалить нас, но ветер повернулся и сгорела ферма. Вот такой курьез. Здесь у тебя стоит. БМП чуть дальше в складах. Линия фронта буквально напичкана вражескими огневыми точками, а недавно, говорит командир противник, подтянул боевую технику. На этом участке есть минометы, СПГ. Чуть дальше в соседнем дачном поселке там точка, но она стояла. Это хорошее укрытие. Можно загнать технику. Можно загнать технику в сарай какую-нибудь. За первой линией укреплений захваченная боевиками Пантелеймоновка, а чуть дальше Есиноватая. По трассе между ними последнюю неделю едва ли не каждую ночь военные фиксируют интенсивное передвижение колонн вражеских боевых машин. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Все подробности телеканал Интер. База ОБСЕ в Горловке осталась без охраны. Об этом заявляет пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. МИД призывает Россию обеспечить безопасность миссии на неподконтрольной Украине территории. Официальный КИФ считает, что Москва пытается создать очередной повод для размещения миротворцев ООН лишь для охраны наблюдателей. Украинский МИД рассматривает эти действия как продолжение запугивания миссии ОБСЕ. Виктор Назарова снова судит. Апелляционный суд Днепра взялся за жалобу генерала, который не согласен с прежним приговором. Семь лет тюрьмы. Назарова признали виновным в служебной халатности, которая привела к гибели 40 десантников и 9 членов экипажа Ил-76. Этот самолет сбили боевики в июле 2014 года над аэропортом Луганска. Все подробности расскажет Елена Миндалюк. Полтора года дело Виктора Назарова рассматривал Павлоградский райсуд за смерть десантников и экипажа Ил-76. Генерала, который отправил самолет в Луганск, приговорили к семи годам лишения свободы. Родственники погибших говорят, были уверены, что это точка. Но вот они снова в суде апелляционном. Люди не могут сдержать эмоций. Апелляционная жалоба Назарова на 19 страницах. Он обвиняет судей Павлоградского райсуда в предвзятости и необъективности. Дескать, суд принимал во внимание экспертизы, проведенные только стороной обвинения и не учел показания свидетелей защиты. Судом не врахованы те факты, которые есть в материалах кривального криминального проведения и сделано невмотивованный, непротованный висновок про то, что именно ПЗРК стало причиной катастрофы літака и его сбития. Оскільки в моих обовисках не было ничего повязанного с протидеем ПЗРК. Родственники погибших возмущены. Я бы хотела им напомнить. Он тут рассказывает, как он белый пухнастый, что он ничего не знал, а до нашего самолета 5 вертушек и Ан-30 уже были сбитые. Ил-76 уже с пробоинами вертался. И он сейчас хочет что-то нам рассказать. Это не апелляция в том виде, в котором она вкладывается в рамках криминального проведения. Жодной основой, перед вами статей 409 КПП, что до скасования или изменения выроку Павлоградского міськрайонного суду нет. Министерство обороны также подало апелляционную жалобу на приговор. Ведомство отказывается выплачивать родным погибших 19,5 миллионов гривен моральной компенсации. Суд заслушал все стороны судебного процесса и объявил перерыв. Следующее заседание назначено на 3 октября. Елена Медрюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. 31 миллион 500 тысяч гривен и 85 тысяч долларов. Именно столько, по словам адвоката Януковича, было на счетах его клиента в Ощадбанке. В свое время глава правления банка Андрей Пышный заявлял о том, что у Януковича и Азарова на счетах якобы находится более миллиарда гривен. Теперь экс-чиновники судятся с правлением финучреждения. Напомню, деньги, кроме денег семьи, Украина уже несколько лет пытается вернуть еще одну крупную сумму 6 миллиардов гривен украденных бывшими владельцами Надра банка братьями Сигал. Одиозных бизнесменов, сбежавших из страны еще в 2008 году, обвиняют в мошенничестве и воровстве. Ранее они находились в розыске Интерпола. Почему это дело так затянулось, разбирались наши корреспонденты. Илья и Вадим Сигаль одиозные братья-бизнесмены, фигуранты более чем 20 уголовных дел. До 2009 владельцы банка Надра при этом все время оставались в тени. В интернете есть лишь одно фото скандальных бизнесменов. Братьев Сигаль обвиняют в краже денег, выданных на рефинансирование Надра еще в 2008-м. Тогда, чтобы спасти крупное финансовое учреждение от банкротства, Нацбанк выделил 7 миллиардов гривен помощи. Однако 6,5 миллиардов гривен исчезли вместе с экс-владельцами банка. Сигали бежали в Россию. Правоохранители установили, что незадолго до банкротства Надра Илья и Вадим Сигаль вместе с бывшим главой банка Игорем Геленко вывели деньги на сотни подставных фирм. Выдавали десятки многомиллионных ничем не подкрепленных кредитов. Только себе лично бизнесмены перевели 25 миллионов долларов бюджетных денег через латвийский банк. Именно за это воровство Илья и Вадим Сигаль были объявлены в розыск Интерпола. Одиозных бизнесменов также подозревают в связях с сепаратистами на востоке Украины. Их ближайший бизнес-партнер Александр Коффман бывший вице-спикер парламента так называемой Новороссии и экс-министра иностранных дел террористической ДНР. Многие не исключают, что украденные бюджетные деньги через него братья Сигаль могли направить в том числе и на финансирование боевиков на востоке Украины. Несмотря на серьезные обвинения, сейчас братья Сигаль сняты с международного розыска Интерпола из-за недостаточных доказательств их вины со стороны Генпрокуратуры Украины. Сейчас братья ведут бизнес в США, а по некоторым данным один из скандальных бизнесменов недавно возвращался в Украину. Мы уже направили запросы о том, числятся ли Илья и Вадим Сигаль в розыске в Украине. И если нет, кто стоит за отбеливанием их имиджа? И почему украинские правоохранители, имея множество доказательств, до сих пор не вернули украденные 6,5 миллиардов гривен? Не смогли или не захотели? И кто дал команду прекратить поиск преступников? Ответы на все эти вопросы станут предметом расследования подробностей. Прокуратура Запорожской области возобновила следствие по делу о взятке, которую получил адвокат Сергей Бут. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп Сергей Каплин. Он пишет о том, что после его обращения прокуратура признала досудебное расследование было неполным. Напомню, речь идет об отце замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Бутя. Два года назад адвоката задержали при получении взятки в 25 тысяч гривен. Но дело довольно быстро закрыли, несмотря на достаточную доказательную базу. Как заявляет лидер социал-демократов, произошло это, скорее всего, не без вмешательства влиятельного сына. Об одиозном Дмитрие Буте, хитросплетениях и нестыковках в его электронной декларации, элитных квадратных метрах в столице и обвинениях в рейдерстве мы уже рассказывали в предыдущих выпусках. Завтра смотрите очередное расследование наших журналистов. Летать в Канаду без виз украинцы смогут лишь через несколько лет. Так считает вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, Канада пока не готова к активному диалогу о введении без визы между нашими странами, но перспектива все же есть. Конфликт, в котором уже никто не подбирает слов. Соединенные Штаты называют абсурдом заявление Северной Кореи о том, что Вашингтон якобы объявил войну. Американские дипломаты уверены, что их усилий уже не хватает. Пора отдавать дело в руки военным. Все подробности о скандальных заявлениях знает Дмитрий Анопченко. Американским чиновникам приходится то угрожать, то оправдываться, то просто недоуменно пожимать плечами. Ну что можно комментировать, если официальные лица Северной Кореи и не у себя дома, а в ООН в Нью-Йорке заявляют, мол, война Вашингтоном уже объявлена. И Пхеньян имеет право сбивать американские боевые самолеты даже за пределами своего воздушного пространства. Мы не объявляли войну Северной Кореи. Это абсурд. Заявила на брифинге для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс. Если КНДР не прекратит свои провокации, мы сами дадим президенту варианты того, как с ней действовать, добавил пресс-секретарь Пентагона Роберт Меннинг. К военным сейчас обратились не зря, ведь дипломаты по сути расписались в бессилии. Если уж сама Ники Хейли, американский посол при ООН заявляет, дипломатические средства исчерпаны, и она с удовольствием отдала бы этот вопрос в руки главы Пентагона для решения военного. Ну а каким еще оно может быть, пишет сегодня пресса, если дискуссия на самом высоком уровне вышла уже за рамки и приличия, и здравого смысла. Лексика для дешевой мыльной оперы, а не для новостей. Психически больным, которого нельзя допускать до ядерной кнопки, прилюдно назвал Трампа главной дипломаткой НДР. Ну а тот, иначе как человеком ракетой, Ким Чен Ына уже не называет. Пошутил, мол, Ким выполняет миссию суицид. Он ненормальный, пуляющий ракетами. Дескать, жаль, с ним раньше не покончили. Корейский диктатор ответил через СМИ, назвал все происходящее сумасшедшим вздором и разразился громкой фразой, цитирую, укращу огнем американского безумного маразматика. И единственный, кто в этой ситуации, несмотря на свое прозвище, бешеный пес, сохраняет полное спокойствие, это глава Пентагона Джим Мэттис. Он сейчас с визитом в Индии, где ясно дал понять, военной операции не хочет, и штаты как можно дольше будут сдерживать КНДР исключительно средствами дипломатии. Мы продолжаем сдерживать опасные угрозы со стороны КНДР, но наша цель решить это дипломатическим путем. А вот каким именно образом предстоит еще решить, ведь санкции пока не заставили Северную Корею отказаться от своих планов, а нынешний обмен любезностями ей похоже только на руку. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Сложности расставания и четвертый этап переговоров о выходе Британии из Евросоюза завершился ничем. После встречи в Лондоне это признают и Дональд Туск и Тереза Мэй. Председатель Европейского Совета уверяет, что переходить к следующей стадии обсуждению торговых отношений пока нет никакого смысла. Никто меня не убедит, что Брекзит это хорошо. Я всегда говорил, что главное в Брекзите минимизировать ущерб. И я не изменил своего мнения. Обе стороны много работают и будут работать для достижения существенного прогресса. Но я бы сказал, что на сегодняшний день его нет. В рядах правых популистов Германии ссоры и дрязги из партии «Альтернатива» для Германии собирается выйти ее сопредседатель и фактически лицо этой политсилы фрауке Петрия. Накануне отказалась она входить во фракцию альтернативщиков в Бундестаге. О подводных течениях с правым уклоном подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Не успели пройти в Бундестаг, а уже разругались в лагере правых популистов серьезный раскол. Сопредседатель и лицо политической силы фрауке Петри не хочет входить во фракцию альтернативы для Германии в парламенте. Об этом она заявила на первой же пресс-конференции после выборов. С 2013 по 2015 годы у партии было четкое стремление оказаться у власти. И я по-прежнему это хочу. У такой анархической партии, какой мы видели альтернативу для Германии в последние недели, есть шанс быть успешной оппозицией, но она вряд ли окажется в правительстве. Поэтому после долгих раздумий я решила не входить во фракцию партии в парламенте. После этих слов Петри встала, собрала вещи и покинула пресс-конференцию и ошарашенных соратников. По их лицам было понятно, такой выходки они не ожидали. Госпожа Петри ушла одна. Я не думаю, что за ней последуют другие депутаты, но посмотрим. А вот эксперты думают иначе. Петри не хочет входить во фракцию по политическим мотивам. Она считает, что партия взяла слишком правый крен и выступает за более сдержанную позицию. И вполне может переманить на свою сторону и других депутатов от этой партии, создав в Бундестаге свою собственную группу. В любом случае, всем остальным партиям, да и стране в целом, раскол в лагере правых только на руку. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов, подробности, немецкое, бюро телеканала Интер. Турция угрожает курдам санкциями. Причина референдум о независимости в Иракском Курдистане. Согласно неофициальным подсчетам, почти 75% избирателей проголосовали за отделение от Ирака. В Турции, где проживает много курдов, считают, что это может привести к этнической войне. Анкара уже объявила о совместных учениях с иракскими военными. Военная техника, десятки солдат в полной амуниции с флагами Ирака и Турции. Об этих совместных маневрах никто не знал. Сегодня солдат поспешно отправили на границу с Ираком. О цели учений тоже ни слова. Хотя кадры с масштабных маневров свидетельствуют. Готовятся к чему-то серьезному. Президент Турции Раджеп Тейпердаган как бы намекая заявил, что не допустит этнической междоусобной войны. И для этого подключит все рычаги влияния, в том числе и санкции. Мы рассматриваем все варианты от экономических санкций до военного решения конфликта. Все они прорабатываются, включая закрытие границы воздушного пространства. Как только санкции вступят в силу и мы перекроем нефтяные краны, курдам не сдобровать. Они останутся без гроша и будут голодать. Несмотря на международное давление, курды подсчитывают голоса на референдуме о независимости. Официальных результатов пока нет. Но согласно разным подсчетам СМИ, они оглушительные. 75% избирателей проголосовали за отделение от Ирака. При этом в некоторых районах результаты достигают 95%. Референдум сделал нас счастливым. Мы очень довольны, что большинство высказались за. Это право курдов. Очень надеюсь, что курдское правительство очень скоро объявит о независимости от Ирака. Но Богдан ни о каких результатах и слышать не хочет. Мы не желаем обсуждать результаты референдума, потому что это антиконституционно, нелегитимно и при этом противоречит иракским и международным законам. Отделиться от Ирака курды пробовали и раньше, но два года назад референдум не состоялся из-за атаки исламского государства. Анна Ильиных, подробности телеканал Интер. Венгрия намерена блокировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским Союзом. Такое заявление сделал министр иностранных дел этой страны. Он назвал, цитирую, позором принятие нового закона об образовании, который предусматривает преподавание для представителей нацменьшинств всех предметов на украинском языке. На это высказывание отреагировала министр образования Украины Лилия Гриневич. Она заявила, что такая острая реакция венгерских властей вызвана, скорее всего, неправильным толкованием норм нового закона. Мне кажется, что Угорщина должна быть зацикавлена, чтобы граждане Украины, в частности, угорского походжения, имели больше шансов на интеграцию в Европу. Они должны быть зацикавлены в том, чтобы их граждане могли реализовывать себя, скорее всего, украинские граждане угорского походжения могли реализовывать себя также в Украине, а не все выезжали сразу в Угорщину. Встреча Лилии Гриневич с венгерским коллегой запланирована на 19 октября, а уже завтра она пообщается с министром образования Румынии, чей МИД также раскритиковал этот закон. Теперь документ передадут на экспертизу в Совет Европы. Шантажом назвал заявление Венгрии глава украинской делегации в Пассе Нардеп Владимир Арьев. Он отметил, что Украине есть чем ответить, если Венгрия будет блокировать евроинициативы Киева. В Совете Европы украинских делегатов в три раза больше, чем венгерских. А вот в селе Сердюковка Черкасской области не до проблем с языком преподавания. Там почти треть учеников пропускают занятия. Почему и как предлагают родителям решать эту проблему? Подробнее Станислав Кухарчук. Вот так с 15 сентября Светлана возит своего сына из дома в школу и обратно. Женщина живет на станции Сердюковка в трех километрах от села. На своем двухколесном коне теперь ежедневно наматывает по 12 километров. Лишь бы ребенок занятия не пропускал. Милосипед вытремает. Главное, чтобы я вытремала долго. До прошлой недели восьмерых школьников и шестерых воспитанников детсада со станции подвозил транспорт местного агропредприятия. Но участники внезапно отказались, объяснив, что компания не имеет лицензии на перевозку. С тех пор в садик местные детвора вообще не ходят, а в школу ученики добираются кто как может. Максим спешит наверстать школьную программу. На прошлой неделе два дня девятиклассник был вынужден провести дома. Ремонтировал старый велосипед. Говорит, пока позволяет погода будет ездить в школу на нем. Из-за отсутствия транспорта занятия пропускает половина детей, проживающих на станции, говорят преподаватели. Уже неделю администрация Сердюковской школы пытается решить проблему, но под программу школьный автобус заведения не попадает. Три километра по нормативам слишком маленькое расстояние. Вчера в Смелянском райсовете предложили детей возить на учебу школьным автобусом в Терновку. Туда около 30 километров. Но зато ездит школьный автобус. Родители возмущены. Я тут працюю, дитина на месте тут, около меня, допустим. А в Тернивку это очень далеко. Это далеко просто. В райадминистрации предлагают пересмотреть маршрут автобуса из Терновки. Пусть сделает два рейса. Он спочатку доставляет детей из ближних сел до Тернивки и потом пустым приездить сюда и совершить доставку по селу Тут. Согласовать этот вариант чиновники обещают до конца этой недели. А до тех пор ученики будут добираться в школу кто как может. Станислав Кухарчук, Олег Клименко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Тройное ДТП в Изюме Харьковской области. 24 человека пострадали. Фура практически раздавила легковушку и маршрутку на мосту через Северский Донецк. Пятеро пострадавших до сих пор находятся в больнице, в том числе шестилетний ребенок. Все подробности расскажет Светлана Шакера. В половине седьмого вечера одна за другой в сторону моста в Изюме ехали маршрутка, Нива и грузовик МАН. Дорога шла вниз и следовавшая за всеми фура под спуск. У нас одна из версий есть о том, что возможно отказала тормозная система. Говорит, что при нажатии на педаль тормоза у него педаль провалилась. Первой под удар грузовика попала Нива. Ее прижало к обочине, а фура покатилась дальше и врезалась в маршрутку. От удара она буквально влетела в отбойник. У нее отвалилась передняя ось. Врачи скорость зафиксировали. Пострадали все, кто был в маршрутке. Это 20 человек и еще 4 человека в фуре и Ниве. Пять человек госпитализована с пошкоджениями верхних кинцивок. Переломы верхних и нижних кинцивок. Одна особа пропорирована с приводу перелома плечевой кистки, а інши готовятся до плановых операционных встреч и проходят обслежения и консервативные лекции. Среди пострадавших одна дитина, которая также госпитализована с подозрением струс головного мозга. 19 человек с ушибами после оказания первой медицинской помощи пошли домой. В полиции говорят, водители всех трех авто были трезвыми и двигались с небольшой скоростью. А вот почему отказали тормоза у фуры, будет выяснять автотехническая экспертиза. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности телеканал Интерхарьков. Количество отравившихся рыбой во Львове уже превысило 60 человек и больные продолжают поступать в инфекционную больницу. В их числе шестеро детей. Напомню, люди отравились рыбой, купленной на привокзальном рынке этого города. Первые лабораторные исследования показали, что у пациентов полиция установила, что продавец не соблюдала санитарные нормы. Скумбрию она коптила у себя в гараже. Женщине вручили подозрения, ей грозит до 8 лет лишения свободы. Стан всех пациентов, которые остаются на стационарном лечении или средней важности, или приближен к задовольному, уже выделено сбудник, который причинил захлоревание. Это я сальмонела. И массово гибнет рыба в молочном лимане в Запорожской области. На сегодня уже около 20 тысяч особей пеленгасов. Ил и песок перекрыли канал, который соединяет Лиман и Азовское море. И рыба не смогла выйти в море. На расчистку пролива областной власти в этом году выделили почти полтора миллиона гривен. Но фирма, которая выиграла тендер, к работам даже не приступила. Предварительный ущерб исчисляется миллионами гривен. Были выделены деньги, проведена была тендерная процедура, был вызначенный субъект. Но почему национальный парк по условиям договора не расчистил промоину до 15 числа, для нас это непонятно. И прокуратура, и СБУ, и национальная полиция будут искать тех, кто допустил это. Безопасность продуктов в Европе теперь будут контролировать специальные чиновники. Ввести такую должность Еврокомиссия обязала каждую страну ЕС. Это реакция на летний фипрониловый скандал. Что еще решили на расширенном совещании в Брюсселе, знает Елена Абрамович. На совещание высокого уровня Еврокомиссия пригласила не только тех, кого задел фипрониловый скандал, но и министров и представителей служб безопасности продукции из всех стран Евросоюза. Ответственный Еврокомиссар подчеркнул, откликнулось очень много чиновников. Это подтверждает, что вопрос безопасности пищевых продуктов эпицентр дискуссий в ЕС. Мы собрались, чтобы найти более последовательный и скоординированный подход для избежания подобных инцидентов в будущем. События действительно развивались хаотично. Бельгия обнаружила токсичный фипронил в яйцах еще в июне, но не сообщила другим государствам, ссылаясь на тайну следствия. А уже через несколько недель фипрониловая лихорадка охватила птицефермы Нидерландов, откуда яйца экспортируют в десяток европейских стран. Яйца проверяли, потом снимали с продажи и уничтожали тысячами. Ассоциации били тревогу о вреде для здоровья, тогда как чиновники уверяли, ничего страшного. Представьте, ЕС производит 360 миллионов яиц в день. Мы изъяли 20-30 миллионов для экспертизы. И в яйцах только с трех ферм уровень содержания фипронила был высоким. Это означает, что потребитель должен съесть несколько яиц с одной и той же фермы в короткий период, чтобы это повлияло на его здоровье. Виновником истории оказалось нидерландское предприятие Чик Фрэнд, которое занимается уборкой птицеферм в нескольких странах и поставляет для них моющее средство. Производитель подмешивал в моющее средство фипронил, который предназначен для обработки шерсти животных от блох, но запрещен для птиц. Было ли это умышленно, ведется следствие. Между тем, Брюссель заявил, нужно ввести новую должность в каждой стране. Мы работаем над вопросом о введении должности офицера по безопасности пищевых продуктов в каждой стране ЕС, чтобы информация передавалась как можно быстрее и эффективнее. Кроме того, будем проводить регулярные тренинги по кризисному менеджменту. А вот наказывать Бельгию за несвоевременную реакцию или Нидерланды, где работал недобросовестный производитель, Еврокомиссия не намерена. Между тем, бельгийское правительство несколько недель назад уже пообещало компенсировать убытки птицефабрикам, которые пострадали от випронилового скандала. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Украинцам, которые отдыхают на Бали или планируют путешествие на этот остров, рекомендуют не приближаться к вулкану Агунг, ближе, чем на 12 километров из-за возможного извержения. В районе наблюдаются непрерывные сейсмические толчки. Жителей массово эвакуируют из зоны бедствия, вывезли уже 75 тысяч человек. В последний раз Угунг просыпался в 1963 году и тогда погибли более тысячи человек. Сепаратизм офлайн. Власти Испании заблокировали более 140 сайтов в поддержку референдума о независимости Каталонии. Работу этих ресурсов остановили после резолюции высшего суда Каталонии. Об этом сообщают испанские СМИ. Заблокирован и сайт Национальной Ассамблеи Каталонии. Ранее Гражданская Гвардия Испании закрыла ресурс, на котором после регистрации можно было узнать адрес участка для голосования и распечатать бюллетень. Принц Гарри официально показал невесту. В Дубае на такси теперь будут летать и мед как бонус за погром в квартире. Об этом и не только в нашем обзоре. Это официально. Принц Гарри впервые появился на публике, держа за руку свою возлюбленную. Актриса Мэган Маркл с наследником британской короны посетила «Игры непокоренных». Соревнования проходят в Канаде, где сейчас живет и работает Маркл. А накануне принц посетил съемочную площадку сериала «Костюмы», звездой которого является его девушка. Пара встречается уже больше года, поговаривают о скорой свадьбе. Несколько часов на крыше в разгар урагана. Чтобы спасти своих собак семейной паре в Пуэрто-Рико пришлось забраться на крышу дома. Семь домашних любимцев испугались воды, которая заливала дом и поднималась все выше. Несмотря на шквальный ветер и проливной дождь, и людям, и животным удалось спастись. На вершину за шесть секунд новые рекорды в лазанье на скорость. Это одна из пяти дисциплин, которые включили в программу Олимпийских игр в Токио в 2020-м. И похоже, этот вид спорта станет самым быстрым в программе. Кроме лазанья на скорость, олимпийцы снова будут соревноваться в бейсболе и впервые в боулинге, карате и серфинге. На такси без пробок Дубая собираются стать первым городом в мире с авиаслужбой пассажирских перевозок. Тестовый полет беспилотного дрона прошел успешно. Летающее такси выглядит как двухместный вертолет с 18-ю пропеллерами. Судно оснащено запасными батарейками и даже парашютом. В воздухе дром может находиться не больше 30 минут. Ферма в сердце Парижа. На крыше почтового отделения во французской столице засадили грядки и развели кур. За огородом следят сотрудники офиса. Так они отдыхают от компьютеров и посылок. Сейчас как раз время сбора урожая. На обед будут свежесорванные помидоры, баклажаны и ягоды. Обед, не отходя от рабочего места в Китае, звездой интернета стала девушкой, которая печет блины на компьютерном блоке и жарит бекон с помощью утюга. 23-летняя выдумщица за полгода привлекла полмиллиона подписчиков на YouTube. Просто в офисе она жарит рыбу на открытом огне и делает стейки. Благодаря рекламе в интернете девушка собирается зарабатывать около 7 миллионов долларов в год. Тысячи пчел оккупировали дом в Австралии. За пару дней они обустроились в стене и изрядно напугали хозяйку. Чтобы выселить навязчивых насекомых пришлось разобрать часть помещения в спальне. Зато после себя захватчики оставили 30 килограммов медовых сот. Женщина уже собрала несколько банок меда и собирается продать его соседям. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин